Более 200 студентов, пожелавших встретиться с министром образования, собрались в актовом зале Омского государственного педагогического университета. 26 марта здесь, в рамках студенческого дискуссионного клуба «Диалог на равных», состоялась встреча с руководителем регионального Минобра, заместителем председателя правительства Омской области Татьяной Дерновой. Учеба – период замечательный, веселый, в какие-то моменты мы бываем очень серьезными, наверное, а вот когда наступают трудовые будни, там уже все по-другому. Но как важно заложить очень крепкую основу для того, чтобы твоя профессиональная деятельность была успешной. И в этом смысле вам с ВОЗом точно повезло. Ну, во-первых, он готовит для той отрасли, которая была всегда и будет всегда. Я думаю, что вы уже не единожды слышали и читали о том, какие профессии скоро начнут исчезать, кого в нашей жизни заменят роботы, компьютерные программы. Нас с вами никогда не заменят. Мы были, есть и будем всегда рядом с теми детьми, которых нам доверяют их родители. И это прекрасно. Любой опыт, любую возможность в вашей жизни что-то научиться делать, нужно всегда использовать. Это на самом деле в жизни когда-то пригодится. Всякое ружье когда-то все равно выстрелит. Это я про опыт, который вам, конечно же, пригодится. Если говорить о первых днях, о первых годах работы, к счастью, это была моя родная школа, которую я изучила. И именно потому, что с первого года моего обучения в институте родная школа принимала меня на все виды практики. Я думаю, именно поэтому я в профессии осталась. Потому что каждый раз, выходя на практику, я чувствовала поддержку, я чувствовала помощь, я чувствовала свою успешность даже маленькими шажочками. И я, к счастью, не испытала того, что испытали мои однокурсники. Они вышли на практику, у них чего-то не получалось, и им никто не помог. И они не пошли работать в школу, потому что быть неуспешным не хочется. Поэтому я благодарна своей родной школе, мне пришла работать, подработала 15 лет. И через два с половиной года после начала моей деятельности в родной школе, директор школы назначила меня заместителем директора. Я должна была, ну, по сути дела, курировать, контролировать и странно замечать своих собственных учителей, которые меня учили, когда я была школьницей. Ну вот, согласитесь, такая очень непростая ситуация, и не может мудрости моих педагогов. Они очень грамотно реагировали на все, что я им говорила, на все, что я делала. И они меня, на самом деле, развивали, вели по профессиональной жизни. И я думаю, что вот тот человек, кем я сегодня стала, это 10 лет учебы в школе, это 15 лет работы все в той же школе. Ну и, безусловно, это моя семья, которая воспитывала, воспитывает до сих пор. В 6 лет меня родители провели в секцию художественной гимнастики. Моим тренером потом, не на первых годах, а позже была Вера Ефремна Штыльбаус, известный омский тренер, кто следит за успехами нашей художественной гимнастики, и Женя Канаева, и Ирина Чащина. Это воспитанность Веры Ефремны. Я таких результатов не добилась, именно поэтому я пошла в педагогические, не пошла в физкультурные. Но, тем не менее, все то, что заложил в спорт, в нас мы до сих пор общаемся, и очень часто встречаемся с подружками детства, и тоже для наших уже больше 40 лет, это умение дойти до поставленной цели. Это трудолюбие, и это, знаете, ну вот если нужно, то на пределе возможностей я все равно доблюсь. Какие гарантии, плюсы, возможно, наставления может министерство дать нам, молодым специалистам, чтобы выйти из тех университетов и все-таки пошли именно в школу? Тенденция такая, что, ну, многие получают диплом, и кто-то идет в школу, кто-то нет. Зависит это от практики или, может быть, не от практики? Что министерство может предложить нам, чтобы мы вернулись в школу? И вторая часть вопроса. Расскажите, пожалуйста, про программу «Земский учитель». Расскажите, ну, возможно, историю ее принятия, как это происходило, и какие есть нюансы, подводные камни в ней. Все, спасибо. Мне кажется, самый правильный путь – это выращивать и школьника, будущего учителя этой же школы. Он самый правильный. Мы уже, ну, в классе пятом точно вас, тех, кто склонен к педагогической профессии, эти задатки очень хорошо наблюдаем. Вы с удовольствием возитесь с учащимся начальных классов. Вы организуете какие-то мероприятия в своем классе, да, на параллели. Ну, то есть это все очень явно видно. Только этого ребенка нужно вести до окончания школы. И с этой мыслью и самим уже сдружиться, что называется, да, и ребенок, выпускник, должен это почувствовать. Он должен себя попробовать. Завлечь в профессию разговорами о том, как это замечательно, я считаю, невозможно. Только профессиональные пробы, только понять вообще, из чего эта профессия складывается. И в этом смысле мы в этом году, в июне месяце, это будет первый опыт. Очень надеюсь, что он будет положительным. На базе нашей очно-заочной школы для одаренных детей будем проводить смену для будущих учителей. 200 школьников Омской области и 100 молодых учителей, лаборатории молодых педагогов будут общаться, будут учиться друг у друга, учить друг друга. И согласитесь, это тоже очень важно, когда тот, кто ближе к вам по возрасту, говорит вам о профессии учителя и педагога. Если говорить о программе «Земский учитель», как она появилась, я думаю, ну от зависти педагогического сообщества по отношению к системе здравоохранения. Мы всегда смотрели на них и, конечно, завидовали, что у них для молодых врачей, пельчеров это есть, а для нашей системы нет. И эти разговоры о «Земском учителе» я лично услышала впервые в 2016 году на федеральном уровне. Замечательно, что наконец-то это решение принято. Пока, к сожалению, мы не знаем механизм ни категории, ни как это будет. Но важно, что это решение принято. И оно будет. Ребята интересовали самые разные вопросы из сферы педагогики. Как развивать в регионе новые направления волонтер-наблюдатель, техническое оснащение школ северных районов и что преимущественнее – семейное образование или традиционное. После диалога с Татьяной Васильевной студенты поделились впечатлениями. Подобного плана встречи всегда интересен студентам и мне как руководителю студенческого объединения всех студентов МГПУ, поскольку можно на равных поговорить с таким большим человеком, который имеет большой вес в нашем городе и нашей области. Я считаю, что студентам это нужно и важно. Встречи в таком формате, естественно, очень интересны, потому что ты в повседневной жизни не всегда имеешь возможность задать вопрос вот так, допустим, министру образования, который тебя интересует. Федеральный проект «Диалог на равных» реализуется в нашем регионе Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова